Сначала цивилизация человечество искало пути к счастью. Одни видели его в успехе и славе, другие предпочитали семью, третьи полностью отдавали себя науке, а четвёртые ударялись в религию. Каждый человек решал сам, что для него есть счастье. Однако бывают и не совсем верные подходы к решению этого вопроса. Речь идёт о наркомании и алкоголизме, болезнях, возникающей вследствие неверного выбора пути. Человек, попробовавший хоть раз психоактивные вещества, уже не может смотреть на мир по-прежнему. О том, что наркомания и алкоголизм являются вызовом для всего мирового сообщества, проблемой, требующей комплексного подхода в её разрешении, обсудим в программе «Полезное утро» на канале ИКС-24. В студии Наталья Шульга. Здравствуйте! Сегодня беседуем с гостем Игорем Юрьевичем Карташевым, председателем Севастопольской региональной общественной организации «За жизнь». Утро доброе! Доброе утро! Игорь, ну мы практически у каждого гостя, у педагога, у музыканта, у психолога, у врача спрашиваем, как же необходимо начинать утро, чтобы день прошёл позитивно и хорошо. Вот я думаю, что вот для Ваших подопечных, когда они ещё были в той жизни, утро начиналось с поиска денег на наркотическое вещество, с сигареты, со стакана или там с рюмки. А как меняется их жизнь после прихода в Вашу организацию? Ну, после прихода в нашу организацию, конечно, жизнь меняется на самом деле очень серьёзно, но и кардинально. Если человеку не нужно будет думать о тех вещах, о которых он думал ещё вчера и позавчера, и некоторое время назад, находившись в употреблении, находившись на улице. Ну и поскольку у нас организация православная, поэтому наш день и наше утро начинаются в первую очередь с молитвы. То есть мы читаем молитвослов, то есть тем самым заряжаемся позитивом, то есть и просим у Бога благословения на день, который нам он даёт сегодня. На какие-то труды, то есть просим какой-то мудрости, просим помощи избегать греховных каких-то поступков и прочее, прочее, прочее. Это целый, на самом деле долгий, длительный процесс, то есть педагогический, психологический. А это устав организации или человек сам приходит к тому, что необходимо именно с молитвы начинать утро? А если кто-то не хочет, как будет? Организация у нас как бы светская, да, у нас общественная, ну обычная общественная организация, но мною лично принято, то есть я, поскольку я сам являюсь человеком православным, и поэтому наша организация, она, то есть окормляется духовно православной церковью, поскольку, то есть, ну наркомания это не только болезнь, это ещё и страсть, это грех, то есть поэтому, ну, мы с ней боремся с Божьей помощью, при помощи церкви, при помощи различных таинств. Но на самом деле есть такие вопросы, что вот, а я вот не хочу с вами молиться, или, а что, то есть у вас центр православный, а я там другой. Мы говорим, ну хорошо, ты сначала не молись, ты просто побудь с нами, поприсутствуй, а потом ты поймёшь, если тебе это будет, ну, всё-таки не нужно, то есть ты никак этим не прониктишься, то есть верой православной, то, что мы, ну, теми правилами, теми уставами, которые мы будем тебе преподавать на протяжении, там, всего дня или того курса социальной реабилитации, который ты будешь проходить в нашем центре. То есть ты в любое время можешь добровольно всё это дело прервать, покинуть, то есть и найти себе то место, где тебе будет, ну, твоей душе, твоему духу будет более комфортно. То есть, ну и есть такие люди, которые, да, покидают организацию то есть в силу того, что мы являемся православными. То есть он говорит, мне с вами неинтересно, я пойду лучше в другое место. Если говорить о принципах, на которых основано ваше сообщество, или, как правильно, организация, то это не только вера, это мораль, это принципы наставничества, потому что я знаю, вы даже ходите и помогаете в храм, и берёте там работу, скажем так. Ну, организация основана на нескольких принципах. Конечно, это и вера, и наставничество, потому что младший помогает, ну, старший помогает младшему, кто уже имеет опыт выздоровления, имеет опыт, как говорится, вхождения в церковь, да, то есть слово такого церковления мы используем, да, используют, ну, церковный такой термин. То есть, конечно, тот помогает войти в эту жизнь, ну, вновь прибывшему. То есть это, конечно, принцип наставничества. Очень, ну, такой принцип, есть принцип такой, ну, любви, что ли, то есть, ну, кому-то скажется, да какая там любовь, какая любовь к наркоману. То есть, таком уже все же из этого теста. И то есть, если ты не любишь этих людей, если ты не любишь своих, ну, тех, таких же, как сам, но себе подобных, да, зависимых там, то есть, ну, не будет от этого, ну, должной пользы. Поэтому, то есть, много принципов. Конечно, и психологопедагогические принципы присутствуют. То есть, это, ну, целая наука, опять же, с нами, потому что занимается не только, кроме священников, еще, ну, регулярно приходят и специалисты, которые учат вот этому всему. И сегодня нельзя оказывать медицинскую помощь организациям. Ну, вот, например, вашей общественной организации для этого нужны дополнительные разрешения, для этого нужна лицензия. Что вы делаете, как вы помогаете? Опять-таки, в основу угла ложится трудотерапия. Ну, это совместно. То есть, не может быть только на одной трудотерапии все построено. Нет, то есть, я же говорю, у нас, но помимо трудотерапии, есть еще и исцеление, как духовное, так и психологическое. То есть, это очень важно. Но к медицинской помощи, конечно, мы прибегаем, но уже не в таком плане, как вот вы про что-то сказали, про детокс. То есть, у нас есть заключенные договора с медицинским учреждением, но это уже просто, ну, как бы, ну, на случай, если человек заболел, то есть, мы проводим им еще обследование стабильное. То есть, флюорографию и там прочее, прочее. Вот. Но, когда, но при поступлении человек, он же, ну, первое знакомство проходит по телефону. И консультанты на телефонах, они спрашивают, ну, об этой ситуации, то есть, нужно ли медицинское сопровождение первостепенное или нет. Ну, и получив ответ, то есть, дают рекомендацию. Либо вам пройти лучше диспансеризацию, то есть, в тех или иных учреждениях, либо в государстве, если вы, ну, человек не опасается встать на учет, либо уже состоит на учете. Либо в частной какой-то клинике, где его, ну, как бы, сделают это анонимно. А потом уже прийти уже для прохождения именно вот социального курса, то есть, восстановления. Игорь, не миф ли это, что говорят о том, можно излечиться от наркомании в домашних условиях? Ну, знаете, я вот на протяжении, ну, своей деятельности, она длится уже около 9 лет, то есть, я слышал о таких случаях. То есть, ну, это, ну, тоже то ли миф, то ли не миф, но говорят, что да, вот есть такой человек, где-то там живет, который сам все смог, сам все бросил, и он теперь такой нормальный. То есть, ну, на самом деле, это может быть и не миф, но такой человек, возможно, один, например, там, из тысячи, там, а то еще и больше. То есть, нет, это очень тяжело. То, что без медикаментозного лечения можно вылечиться, я знаю, что вы это, ваш пример. Да, да, без медикаментозного лечения это 100% вылечиться. Ну, как, исцелиться, ну, исцелить свою душу, исцелить свое тело, то есть, можно, то есть, обойтись без капельниц, без таблеток, без всяких, ну, нейролептиков. Можно вполне себе успешно потом себя чувствовать, ну, в нашем обществе, в нашем социуме, то есть, быть нормальным гражданином своей страны. Я сейчас вам приведу высказывания сотрудников правоохранительных органов. Необходимо развернуть деятельность, направленную на снижение спроса на наркотики. Система профилактики в этой связи должна базироваться на проведении эффективных и востребованных антинаркотических акций городского и административного уровня, ориентированных на систему образования, семейную и молодежную политику, физкультуру и спорт. Вы пропагандируете физкультуру и спорт в большем случае? Конечно, одно из направлений тоже мы ребят всех привлекаем к здоровому образу жизни, то есть, ну, к спортивному какому-то отдыху, то есть, мы проводим разные соревнования, то есть, мы, у нас, опять же, есть, мы выиграли гранд президентский, мы устанавливаем площадки спортивные для уличной гимнастики, воркаут, ну, и, опять же, ведем такую хорошую пропаганду среди своих воспитанников, чтобы, что необходимо. В каждом центре у нас есть так или иначе какие-то спортивные снаряды, там, теннисный стол, там, какая-то штанга, гири, что-то еще, то есть, ну, где человек может, то есть, у нас не только духовно вести какую-то работу над собой, но и физически, как говорится, своему телу приносить пользу, потому что во время употребления он ничего не делал, то есть, ну, как бы и мышцы одрябли, то есть, и, как известно, как и старая добрая поговорка, в здоровом теле здоровый дух. Разве только мышцы? Ну, и вообще, вот, мы вот не так давно, ну, как не так давно, вот в понедельник у нас прошел такое первенство среди наших филиалов, по футболу, по мини-футболу встретились шесть команд из наших филиалов, то есть, ну, мы собрали в Севастополе вот на открытой площадке, где мы сонно-футбольной, около ста человек, наших воспитанников, наших подопечников, то есть, и, говорится, столкнулись там в честном, в честном поединке футбольном, то есть, и вот было очень весело, правда, жарко было, мы все позгорели, то есть, ну, с нами был медик, который там за нами приглядывал, там были какие-то, ну, футбольные, ну, обычные удары какие-то, то есть, и вот мы провели достаточно отлично, активно вот это, ну, вот этот день, и это очень часто мы эту пропаганду проводим, то есть, соответственно, если планируется проводиться какой-то чемпионат среди нас, то есть, это ведется подготовка от этого, ребята постоянно тренируются, соревнуются между собой, то есть, и потом показывают свое мастерство. Конечно, мы не спортсмены там, но хотя, ребята там футболисты. Ну, дух соперничества присутствует. Я, опять-таки, хочу уточнить, это соревнования между общественными организациями, которые занимаются этой проблемой? Нет, это внутри нашей, внутри нашей, то есть, даже это не с кем-то, мы внутри себя, то есть, ну, мы уже сегодня, как говорится, выросли в такую организацию. Ну, может быть, вызывать на бой там твою победу организация? Ну, сейчас вот у нас, да, кстати, наоборот, твоя победа, нас вызвали, и вот 28 июня будет чемпионат, то есть, в рамках вот городского, там, вроде говорят, будет сборная прокуратуры, там сборная полиции, то есть, реабилитационный центр других организаций, то есть, и мы с завтрашнего дня начинаем активную подготовку, то есть, дабы не удалось, но это будет первый наш выход, как говорится, но уже изнутри нашей организации мы уже между собой провели два таких чемпионата, то есть, имеем опыт игры в футбол, то есть, ну, и сегодня будем готовиться для того, чтобы сыграть уже, как говорится, на выезде, да, то есть, вот. Игорь, вы сказали, что ваша организация до 100 человек. Да. А изначально, 10 лет назад, когда мы с вами только встречались, да, начинали с 7, потом 12 и так далее, как сегодня эти ребята, где они живут, кто их обеспечивает? Ну, у нас, в принципе, остались те же, то есть, мы живем, это принципиальный подход, опять же, мы живем на самообеспечении. То есть, человек, который приходит нам за трезвостью, за выздоровлением, то есть, чтобы научиться ценить эту трезвость, то есть, ему необходимо ее добыть, то есть, ну, добыть своим трудом, своим потом, своими трудами, то есть, ну, как начиналось в начале, понятно, у нас было все несколько проще. На сегодняшний момент мы уже используем качественную программу реабилитации, в которой ребята пишут домашние задания, они работают с заповедями недели, то есть, есть такой инструмент очень хороший, духовный. То есть, приходит на каждый центр профессионал-психолог, который проводит, ну, лекционные, групповые, то есть, ну, тематические занятия. То есть, я учусь в университете на профессию психологии служебной деятельности. То есть, мы на месте не стоим, всячески развиваемся, разносторонне, причем развиваемся, то есть, не только в количественных, то есть, масштабах, там, да, открытия других отделений, там, в других городах, но и очень тщательно стараемся следить за качеством, ну, тех услуг, которые мы сегодня предлагаем, ну, людям, потому что, ну, мы зачастую занимаемся людьми, которые, ну, уже, ну, достигли своего дна, то есть, и уже больше нас, как говорится, и помочь-то некому. Игорь, а поднимаются и уходят или остаются в центре, потому что идти некуда? Ну, смотрите, есть некоторые ребята, которые остаются в центре, но в силу того, что реально податься больше некуда, то есть, ну, это у нас двое сирот, ну, как сирот, им уже, конечно, по 30 лет, то есть, ну, они, они остались внутри организации. Не дома, они семьи. Да, ничего нету, то есть, почему? Семья есть, у каждого из них есть теперь жена, то есть, ну, есть ребенок, то есть, ну, они являются руководителями отделений, то есть, руководителями филиалов, то есть, они приняли решение, пройдя реабилитацию, остаться, остаться внутри организации, чтобы помочь себе подобным. Ну, если, ну, есть куда вернуться ребятам, конечно, люди уходят, занимаются своими делами, некоторые организовываются в какие-то уже такие группки небольшие, потому что это гораздо легче, чем самому выживать, опять же, потому что у нас, ну, самая такая большая проблема на самом деле, чтобы остаться отрезвым, вот, ну, наши ребята, они, ну, как бы, больше, скажу по-другому, больше большое количество срывов происходит из-за того, что некуда вернуться. То есть, сегодня нами рассматривается проект такой социальной гостиницы для вот наших воспитанников, именно для наших воспитанников, где они могли бы пойти, и только они там бы жили, то есть, там не будет лишних людей, левых, как говорится, то есть, только те, которые прошли курсы социальной адаптации, и вот мы для них будем снимать помещение, они сами будут работать, ну, и как-то свою казну уже, ну, в общем, как-то будут жить, потому что зачастую ходят куда, снимают разные хостелы, койко-места, то есть, ну, и там опять возвращаются к потреблению. Возвращаются, да, не сразу, конечно, но, к сожалению, так и есть. Игорь, вы сказали, что излечиться от наркомании, чтобы попробовать излечиться, лучше в другой город приехать. И как сегодня ребята из Донецка и Луганской народных республик приезжают к вам? — Приезжают, да, приезжают, но есть, как бы, такое понимание, как вот миграционный режим, то есть, это, конечно, сейчас стоит остро на самом деле, но человек приезжает из Донецка и Луганска, к ним какое-то отношение маленькое полегче, маленько-поснисходительное относится к нашей власти, то есть, да, вот, приезжает из Луганска, то у них есть миграционные карточки, даже и граждан Украины нынешние, да, которые здесь оказались, то есть, ну, но которые имеют хоть какое-то легальное обоснование. То есть, если человек здесь без документов, ну, мы не можем... — Не сможете помочь? — Нет. А так, да, стараемся помогать. — Игорь, я благодарю, что этим утром были сегодня у нас в гостях. — Спасибо, приглашайте, рад всегда ответить на все вопросы и как-то поделиться своим опытом, своей жизнью. — И достижениями. — И достижениями, спасибо. — Напомню, гостем программы «Полезное утро» был Игорь Карташев, председатель Севастопольской региональной общественной организации «За жизнь». В студии работала Наталья Шульга, я желаю вам заряда бодрости на целый день и до встречи в эфире.